Очень часто возникает вопрос, как получить хорошую кожу для ремонта баяна, гармонии или кардиона. То есть кожу, которая идёт на клапана. Вот, допустим, сейчас у меня в работе советский баян. Я на нём заменил все клапана. Вот все клапана, которые здесь находятся. Они уже в течение 30 лет, они уже износились. Вот уже новые, свежие, я везде здесь поставил. Вот это всё свежая кожа. Сейчас я увеличу, чтобы уважаемый зритель что-то увидел. Вот это вся свежая кожа, вся. Вот, это басовая часть, это голосовая часть. Она уже стоит, вся свежая. А то, что было 30 лет и 3 года, она уже находится вот здесь. Вот. Эти части я заменил. Вот здесь, ну, примерно сколько, штук 50 этих кожанок. Вот они все здесь, голубчики, находятся. То есть клей высох. Вот, если взять любую из них, вот это, каждая из них просуществовала 30 лет. Вот, и в итоге клей осыпался, то есть превратился в труху. Вот. Вот. Поэтому это всё нужно утилизировать, всё это добро. Вот. Это я всё снял. Вот. Вот. И здесь, значит, поставил уже свежую кожу. Ну, как её получить и где её взять? Она дорогая. Один лист стоит в интернете сколько там? 15 евро. Тетрадный лист стоит 15 евро. Ну, можно и самому сделать. Вот это я сам, допустим, делаю эту кожу. Она очень пригодна. И из натурального, и из нового материала всё это добро делается. Поэтому, не мудрство и лукаво, сейчас я буду делать, что называется, новую кожу эту. А точнее, она будет из двух частей. Вот эта кожа, но она должна быть тонкой. Она должна быть тонкой, тогда будет толк, тогда будет хорошее прилегание, и тогда не будет инструмент свистеть ни аккордеон, ни баян, ни гармошка. Вот. Вот здесь кожа, ей до миллиметра толщина. 0,7 здесь, да, натуральная кожа. Она продаётся в интернете, сколько хочешь, только и покупай. Значит, нужно её взять вот здесь. Это бархатная сторона, более шершавая, да. А вот здесь гладкая сторона. И вот гладкой стороной мы будем клеить, и я буду клеить на фельдс. Вот это фельдс. Он идёт разных цветов, но в данном случае примерно полтора-два миллиметра толщиной. Поэтому хорошо бы использовать такой клей, который тянется, который не лопается, не трескается. Вот для этих целей очень подходит фирма Patex клей, знаменитая фирма. Вот. Мульти – это значит, что он годен для разных материалов. Мульти. Patex. Алис клейбер. То есть он всё клеит. Алис клейбер. Вот. И поэтому сейчас именно на эту сторону, то есть на блестящую, на гладкую, не на эту. На эту не надо клеить. Это пойдёт к голосу туда. То есть она будет прикрывать голосовой поток. И тогда будет толк, тогда будет плотность в голосах. Поэтому сейчас, сейчас я увеличу, точнее, уменьшу. Значит, нанесём этим клеем, ну, примерно вот так. Он тягучий, он как кисель, он не льётся, как вода. Ну, примерно вот так. Вот. Ну и возьмём кисточку, самую обычную кисточку. Вот такую. И распределим этот клей на территории всей вот этой кожаной части. Вот. Везде равномерно, чтобы не было пустых мест, пустых зазоров. Вот. После этого положим на этот пласт, положим фельд. В России его фетром называют. То есть фетровые шляпы и так далее, и так далее. В Европе именуется фельд. Вот фельд положим. Фельд, он дешёвый. Очень дешёвый в интернете валом. Я по магазинам не хожу, мне некогда ходить по магазинам. Я всё беру по интернету, выписываю почталь, он приносит и кидает всё в почтовый ящик. Вот я накрыл сейчас, да? Накрыл, ну, слегка пригладить его можно. Вот. Вот таким образом пригладить. Вот. И вот он уже, что называется, уже берётся. То есть он уже готовый, почти готовый. Вот. Вот этот кусок. Ну, и затем ножницами, которые режут. Или ножом, который, значит, режет, да? Можно отрезать теперь. Этот кусок отрезать. И у вас будет тогда заготовка. В руках здесь хватит на четыре гармонии, чтобы заменить. Что мы заменить все клапанатом. Особенно, если 30 лет гармонии или баяну, всё, пиши пропало. Советский клей, он не гоже. Он весь превращается в труху после 30 лет. Так что, вот она заготовка. Прошу любить и жаловать. А теперь, конечно, уже нарезать можно, согласно, значит, этим, которые вы снимаете, я имею в виду, согласно форме. Либо по форме самого башмачка. Очень удобно, когда железный он у вас в руках, его вводишь ножом острым, получается вот такие заготовки. Итак, дорогие друзья, желаю удачи. Здесь рассказывает, как говорится, рассказ музыкант Сергей Замбровский.